Альфа Хука Альфа Хука Даже дошло до того, что самые пафосные мажоры, а может и хуевые ребята, ходили в кальяны со своим мундштуком от Ивана Батанова и с шлангом, и это было модно. Но потом появились ребята из Альфа Хука. Возможно, Антон Хука хуево знает, но слушайте мой рассказ. И сделали они копию кальянов от Ивана, только Альфа Хука. Говорят, что люди приносили Ивану Батанову кальян Альфа Хука, и он не мог точно сказать, его это кальян или жалкое подобие. Вот так вот ребята начали свою деятельность. Многие говорят, на чужом фундаменте свой дом не построишь, но ребята из Альфа Хуки построили хороший дом на чужом фундаменте, что со временем этот фундамент стал полностью их. Давайте разбирать. У меня есть охуенная история. Вы рады? Охуенная, да? Это я так сгенерировал. Короче, у меня есть вот такая коробка. Это Альфа Хука, модель Капа. Многие у меня просят, давай сразу называй цену, чтобы дальше не смотреть. Цена за недополный комплект без колбы и шланга 9200. 9200, да? Так вот, вот такой вот прикольной коробочкой, да, даже меня отместили, лежит этот кальян. Что у нас здесь есть? Ну, собственно, все их не данные. Вот такой вот прикольный принт и, собственно, вот такой вот логотип. Знаете, что самое крутое? Потому что когда ты его несешь вот так за ручку, блядь, ты его несешь за ручку, логотип у тебя не перевернутый вверх ногами. А, идеально, то есть ты несешь и все видят, бля, у чувака Альфа Хука, он крутой. Особенно, если ты идешь по Питеру, да? Не на некоторых упаковках. Когда несешь, он, блядь, вот так, вверх ногами. Тут, блядь, даже глаз, как будто он на что-то очко смотрит, блядь. А так вот такой серьезненький, как бы, смотрит руки к солнцу, как бы, глаз к солнцу. Давайте, собственно, смотреть, что у нас есть в этой коробке, да? Что есть интересного? Собственно, мы ее открываем, нас ждет сразу поролон. Поролоновая прокладочка. И внутри у нас такой комплектик лежит. Там нет мундштучка, потому что мундшок у меня уже здесь. Я его одел на шланг и не смог снять. А есть блюдце, очень хорошее, с глубокой гравировочкой, альфа-хук, все дела. Толстая. Ну, формы, так, примитивной, самой топороватой формы, как бы, можно было покрасивее сделать. Далее. Собственно, основная часть шахты и ее декоративный элемент. Что хочу сказать сразу. Шахта из нержи, полирольнутая, такая блестящая, красивая. Диаметр просто пиздец. Как бы все бывшие позавидуют этой бывшей, да, диаметром. Есть коннектор под чашку, и он очень грамотно сделан. Очень хороший угол. И есть ребра для того, чтобы резинка ловила сцепление на, собственно, этой отполированной поверхности, да. Так, идем дальше. Есть декоративная часть. У меня здесь цвет вроде капа-блэк. Он с таким напылением стразочек. Немного пидорковатости, конечно. Еще был бы розовый, вообще было бы кайфово. Кстати, ребята очень сильно заморачиваются с мундштуками розового цвета. У меня, кстати, тоже такой есть. Так вот. Очень прикольно. Кстати, очень сложно вот на этих всех декоративных частях, очень сложно понять, где вверх, а где вниз. Но здесь есть ступенечка, и я по ней, собственно, определил. Прикольная часть. Не очень такая напряженная, обычная. Пытаются уже хоть как-то что-то сделать креативное, необычное. Но в итоге берут одну часть от другого кольяна, одну от другого. Жмяк, вот так. Ей получается кольяна. Так. Есть основание. Основание сделано из этого. Как? Блядь. Капролона, да, назовем это инженерный пластик вроде бы. А имеет вот такой вот порт и имеет клапан. Только я одной вещь не могу понять. На порту и на клапане резьба, то есть там есть прессованная деталь. Она как бы из такого же материала. И она внутри, чтобы резьба друг друга, как бы резьба металла не резала капролон. А почему нельзя было сюда запихать? Или это очень дорого будет стоить, да? Собственно, вот так вот. Есть гравировочка альфа-хука. Есть четыре дырки. Таких девочек вы еще не встречали. Ну посмотрим, фригидная у него продувка или не фригидная. Есть ли смысл от этих дырок, да, здесь. Есть погружная часть. Погружная часть это просто вообще нечто. Это просто морянская впадина. И я уверен, что там затерялось очень-очень много мужчин. Есть съемный диффузор с большим открытым отверстием. Он, в принципе, хорошо откручивается и хорошо закручивается. Диаметр шахты здесь явно, собственно, если примерно посмотреть, палец у меня провалился прям по вторую фалангу. А там, где должна лежать чашка, лежит уплотнитель. У меня, собственно, вопрос к производителю. Я все понимаю. Альфа, хука, пирамида, глаз, масоны, все дела. Но не до такой же степени быть жидами и не положить вырезанную форму в поролоне чашку. Не положить, блядь. Сделал дырку? Ложи что-то в эту дырку, понимаете? Но не суть. Давайте, собственно, его соберем. А, мундштук, собственно, тоже такой, немного отошли от формы ебучего авиатора, да, но все равно остались при ней. Давайте, собственно, это соберем и я вам покажу очень прикольную вещь, которая меня очень дико и бесит, и раздражает. И, соответственно, в какой-то момент мне это нравится, потому что это некая игра. То есть ребята из Альфа-Хуки постарались разбавить это немного красивой игрой. И, собственно, вы можете так играться. Так, мы закрутили нашу декоражку. Сейчас мы вставим. Так, декоративная часть вставляется вот так. Дальше берется блюдц. Я когда собираю коляны, я думаю, что я какой-то военный собираю автоматы на скорости. Мечтать, мечтать. И вкручиваем нашу погружную шахту. Диаметр у нее реально большой. А, и, ребят, вот сейчас вот, вот что мне понравилось, это какая здесь резинка. Она очень тоненькая. И какая колба. Вы просто посмотрите на этот оргазм. Это просто оргазм. Идеально. Я сейчас уголечки на чашечку поставлю, пускай пока греется. Пока мы будем все это, собственно, делать. Так. Загрузим пока четыре уголечка на прогрев. Так вот. Самое интересное, что в этом кальяне, собственно, как и хит, наверное, 17-18 года, это магнитный коннектор на шланге. А, но я одной хуйни не понял. А, ребят, альфа-хука. Нахуя магнит ставить в коннектор? А почему его не вставить в основание? Ведь это намного проще. А, блядь. Я не знаю, но это же пиздец, маразм, блядь. Ставить магнит в основание, блядь. Смотрите, про что я говорю. Это называется моя самая лучшая игра от альфа-хуки. Мы берем шланг, допустим, вот так. И пытаемся его вставить, да, как бы пытаемся вставить в коннектор. Вроде все элементарно просто. Магнит, металл, да, должен примагнититься. Но за счет того, что вся часть металлическая, магнит просто пытается за все абсолютно зацепиться. И воткнуть, даже если вот так взять, это не очень просто. Потому что первым делом он магнитится к бортам, то есть к обрамке, к, собственно, порта. И засунуть его вот так вот нелегко. Опа. Вуаля, попали. Собственно, у нас есть чашка, есть коннектор. Это все вроде греется. Давайте теперь поговорим о самом кальяне уже детально. То есть мы его уже показали, как он выглядит, что к чему. И давайте, собственно, потихонечку все это пока будет греться. Мы поговорим об этом кальяне. В принципе, больших минусов я в нем не нашел. То, как вот этот ебучий магнит на шланге, но никак не на самом основании. Это очень дико бесит. Далее. Хватит использовать этот силикон. Очень мягкий силикон. Я не знаю, он мне не очень нравится. Есть же потолще шланги, которые очень прикольные. Так. Про что-то еще хотел сказать такое. Бля, в лучших традициях тяга очень легкая. Из-за диаметров, собственно. По качеству курения. Сопротивление есть, но очень легко курится. Как он продувается, я еще не проверял, либо проверял, но не обращал на это как-то внимания. Я заполнил колбу дымом и попробуем с первого раза. Аллилуйя, блядь. Дырки не фрегитные. Все охуенно, колян пиздат. Если колян продувается, это пиздат. Ну, также в лучших традициях Питера, как бы, да, собирать коляна абсолютно из разных деталей. Почему нельзя было к опролоновой основанию покрасить точно такой же красивый цвет. Очень сильно выделяется. Диаметры куда такие? Для чего? В принципе, в целом за 9200 без колбы, без шланга, ну, блядь, ну, комплектуйте вы шлангом и будет, думаю, нормально. Потому что... Охуево все. В лучших традициях Питера, когда после шланга ты, блядь, только разрезать шланг на мундштуке и его вытаскивать. Реально, вот по чесноку вообще, блядь. Минусов, в принципе, больших нет. Все нормально сделано, все хорошо обработано. А, единственный минус, это зазор между блюдцем и декоративной частью. И когда шахта, не, не, вот так вот болтается в декоративном основании, туда очень много будет стекать соку. Сока. Сука! Вот так вот. В принципе, в целом, ну, блядь, нормальный кальян за свои деньги. Питерская школа, как бы, да, вот эти маленькие черные кальяны. Ну и ученик превзошел... Собственно, а, нет, жалкая пародия. Превзошла оригинал, потому что кальяны от Ивана Ботанова, мне кажется, уже все сгнили, кроме меня. У меня есть кальян от Ивана, и он в идеальном состоянии. А, блядь, я вообще все мысли потерял, когда начал курить эту чашку. Поэтому, собственно, вот так вот. Наверное, все. Кстати, я на питерской выставке 11-го, 10-го марта, я буду представлять свои чашки Dava Bowl. Я их, наконец-то, сделал. Можешь сразу подписываться на мой инстаграм Dava. Bowl. Всем пока, это Альфа Хука. Покупайте, не покупайте, не знаю, короче. Увидимся.